Я сейчас все расскажу. Замечательно. Куда нажимать? Слушай, давай только, Миш, быстро. Чем занимался? Не 10 минут, а за 5 минут все расскажем. А что, уже пошло время, да? Ну, потом вырежем. А, вырежем. Неясно. У нас сейчас много полицейских. Да? Мы с нами. Привет, друзья. Привет, с вами Лилия Донскова. И Михаил Гулавцев. Мы из города Саратов. А сейчас находимся в Коктебеле, в Крыму, на семинаре «Лето моря Арифлейн-2016». Ну, мы вам расскажем нашу историю. Она такая длинная достаточно. Я пришла в Арифлейн на скидку. То есть, мне нужна была просто маленькая экономия. Училась я на бухгалтера. И, честно, для меня сетевой маркетинг, если мне сказали, что я буду работать сетевой маркетинга, просто я бы смеялась. Потому что мне как бы родители такую программу установку давали, что это круто, надо развиваться в этом направлении в бухгалтерии. Но, честно, мне было неинтересно. И вот разные процессы происходили. И самое интересное, вот что меня двинуло на развитие, вот чтобы разобраться в этом бизнесе, это истории других людей. Потому что вот когда приходишь в офис за заказом, то все время видишь разных людей, разного возраста. И смотришь на них и думаешь, что они тут такое делают, что у них вот такие результаты, что они становятся успешными, что у них меняется все в жизни, качество жизни улучшается. И я тоже этого всегда хотела, чтобы жить по-другому. Потому что вот то, что было, меня никогда не устраивало. Всегда хотелось большего. И я всегда вот смотрела на людей, у которых получается. И вот была такая ситуация интересная. Я решила попробовать себя в этом бизнесе. И в один прекрасный день дала объявление в газету, что я набираю сотрудников. И посыпались звонки. Честно, сначала все паника была полная. Что говорить, как говорить. Читала по бумажке. И как-то раз позвонил мне молодой человек. Это оказался Михаил. 17 февраля 2004 года первое знакомство наше произошло. Пришел на собеседование. Сразу же зарегистрировался. И остался. Ну, не с первого раза. То есть я в компанию пришел с третьего раза. И сейчас с третьего раза я уже смогу гарантированно 100-900% уверенностью сказать, что этот раз уже мой самый такой решительный, окончательный, бесповоротный. Расскажи, кем ты работал? Работал я в полиции. Четыре года полиции. И я видел, как работает Виля. Она на тот момент директором была в Replay. И все равно... Нет, я ее поддерживал. Я знал, что Replay платит хорошие деньги. Что маркетинг-план, перспективы роста огромные. Но я не мог на себя это спроектировать. Примерить. Да, что ли, как отдать. Данную картину с Reflame. Такой мужик с Reflame. Ну, и со временем работы в полиции, как многим уже известно, начало становиться все сложнее и сложнее. Выходных нет, праздники все там. Ну, это вообще неинтересно. Ну, да, это неинтересно. И, короче, я принял для себя решение, что я увольняю еще. Опять же, в Reflame пришел, наверное, через полгода. Для меня еще был опыт другой наемной работы, и как раз, которая мне и сказала, приняла решение такое... Не, ну вот скажи, почему ты решил в Reflame на ворося? Ну, везде, везде на наемной работе будет или нормированный рабочий день, или и маленькая зарплата, или ненормированный рабочий день и хорошая зарплата. То есть здесь придется выбирать или свободное время без денег, или отсутствие свободного времени, но с деньгами. Я выбрал у себя вариант наличия свободного времени с деньгами вместе с компанией Reflame. Мы теперь вместе работаем, вместе ведем свой семейный бизнес, вместе отдыхаем, путешествуем. Вот. Ну, мы сейчас находимся на семинаре потрясающем. Мы давно хотели на него приехать, наконец-то мы здесь. Несмотря на то, что Миша сломал ногу прямо перед тем, как... Мы сейчас покажем. Да, прямо перед поездкой. Вообще, Миша герой. Это его нога, это не подставная. Это не моя. Это не макет. Да, мы тоже сначала такие... Он когда зашел домой с гипсом, я такая говорю, мы едем? Он такой, да. То есть ни капли сомнений, просто чуть-чуть изменили планы, хотя на машине приехали на поезде. Ничего страшного, главное, мы осуществили свою... Вот зачем мы здесь? Зачем мы здесь? У нас планы огромные, но минимум это бриллиант. Это просто как бы вопрос давно решенный уже, что мы это сделаем. Конечно, в планах это войти в президентскую команду, творить добро, делать много полезного для общества, для людей, для близких. Как я говорю, спасать мир. Да. Вот. А почему вот мы здесь? Ребят, вы знаете, вот можно было посмотреть все записи. Вообще реально. Вот сейчас мы все тут снимаем и выложим в YouTube, и потом посмотрите. Ну, вы знаете, это все равно, что посмотреть концерт по телевизору. Вы никогда не получите вот этой энергетики, вот этого заряда мощного. И самое главное, навыка. Вы все равно пользуетесь каждой возможностью поехать на любой семинар. Вот где что проводит компания, ваши команды, спонсоры. Бонусеры, мероприятия, БМВР. Дубые, где можно именно встретиться лично. Потому что когда вы сидите перед монитором, смотрите, это вообще другое. Это тоже классно. Смотрите, учите, слушайте аудиокниги, развивайте свои мозги, потому что это вот реально расширяет мозг. Я могу сказать, что у нас позиция, вот когда меня учили быть бухгалтером, 6 лет в университете, и то, что мне дал Ари Флейм, это вот реально меня научил этот бизнес жизни, умению общаться с людьми. И не просто выживать, а жить, мечтать. Самое главное, мы научились здесь мечтать. У нас планы просто вот громоздья. Мы мечтаем... Растут и растут, мечты наши пополняются. Поэтому мы растем. Да, мы растем, мы мечтаем жить в разных странах, переезжать, путешествовать. Мы мечтаем, что у нас была огромная команда, вот как сегодня приехали, команды с Барнаула, продвижение, бизнес онлайн. И вот мне больше всего, что меня впечатлило, вот, у меня очень много впечатлило. Я все записывала, у меня тут же рождались идеи. Самое мощное, ребята, смотрите, мы познакомились здесь с людьми, которые год назад сюда приехали на уровне старший менеджер. Год назад. Сейчас они в открытой квалификации бриллиантового директора. Всего год. Ребята, вот смотрите, год. Вспомните, как прошел год в вашей жизни, вот последний год. Что за этот год изменилось? Что за предыдущий год? И так далее, и так далее. А теперь подумайте, а как вы хотите прожить будущий год? Следующий год. Тот год, который... Вот сегодня он начинается, сегодня пошел отсчет. Как он пройдет, ваш год? Только вам решать. Примите правильное решение, а мы вас любим. Пока-пока. Спасибо, ребят, большое. Спасибо. Отключайте. Надо было снимать...